МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Толерадо компанию Гомелю, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. День работника у леса. На передней даты ургионе проходят святошные мероприемства. За мир, безопасность и независимость. В Гомеле сегодня прошел символичный автопробег. В простого года до сущасности в Гомельском областном центре народной творчести открылась выстава «Сожская скань». А сейчас об этом и иншим больше подробно. На Добрыжской паперовой фабрице «Герой працы» юбилей. Одному со старших предприемств Украины 150 годов. Возникнение фабрики – это початок истории целелозно-паперовой промысловости Беларуси. Сегодня на передней дня работника у леса «Герой працы» означал знаменальную дату Великим Святом. Не обошлось и без гоноровых гостей, керавництва в области и краины. Они так само не застались и в боку от падеи. Под обязанности в наступном сюжете. Святкование такой серьезной даты не может обыстись без экскурсов в историю. Ее уособление – музей фабрики. И он собрал уникальные экспонаты, які целиком адлюстроюют шлях предприемства от царских часов и до этого дня. Распросовщики экспозиции «Беларуский союз мостаков» упэлнены у значності проекта. Мы с радостью взялись за этот проект, потому что тут есть история, есть глубина, действительно есть чем гордиться. Музей уникальный, таких больше в Беларуси нету. За ретроспективой – погляд на цяперешнее и будущую фабрики. Экскурсия по заводе познайомила гостей с его сердцем – папероробчей машиной. Яе установили у 1985-м годе. У 2014-м модернизовали, после чего она вырабляет до 100 тонн двухслойовой паперы за сутки. Будучая предприемства – завод по вырабе кардону. До конца года он запустит основную вытворчасть у пусконаладочном режиме. Круглая дата, на годы увековечить ГТ-8-ский день, зарабить его часткой истории. У закладывания памятной аллеи приняли удел як гоноровые гости, так и ветераны вытворчасти. Керовництва завода бачить в этом акте важный символизм. В этом году мы планируем запустить наше новое производство, наш новый комплекс. И значимость в том, что посадка этих деревьев именно на этом комплексе ознаменует нашу новую жизнь. Поспехи предприемства выник у парты работы его коллективу. Алексей Пинчуков на фабрице уже 14 годов. Его узнагорода – медаль за працованные заслуги. С нетерпением шакая, коли приступится до вытворчасти на новом заводе. Это будет очень перспективное производство, потому что на постсоветском пространстве таких машин еще нету. У нас будет у первых. И так как мы уже почти готовы, я думаю, что к концу года уже будут какие-то результаты. Конечно, хочется побыстрее запустить. Лесо-гасподарший комплекс – одна из важнейших галин белорусской экономики. Это отзначает, как керауництво региона, так и краины. 40% у территории республики занято лесными насаждениями. Не надо ни у кого просить, не надо по импорту покупать нефть, газ договариваться с кем-то. Сегодня ресурс, который позволяет отрасли успешно развиваться. Поэтому я уверен, что лесной комплекс – это действительно тот драйвер роста следующих пяти лет. Мы сегодня ждем запуска данного предприятия, потому что производство этого картона даст возможность импортозамещения. Потому что часть продукции, которую мы сегодня используем, это для сигаретных бумаг и другие направления, которые мы иногда закупаем по импорту. Пильная увага до Добружского предприемства не выпадковая. На его робятся великие ставки. Я думаю, все необходимое, как быть у широку первых. Фундамент в выгляде богатой истории, стабильность и уповненные перспективы. Миколай Скинсиан, Александр Харлампа, Утеля, радиокомпания «Гомель». На переддне дня работников леса у Мазыры пройшел сход работников Галины. Казали об достигнениях и перспективах ее развития, а так само ручали заслуженные узнагороды. Наши корреспонденты с подробностями. Для проведения урошистых исходу обрали Мазырский драматичный театр. Недавно тут завершилась масштабная реконструкция, и теперь этот будинок можно выкарастовывать не только как установку культуры, а и для проведения урошистых мероприемств. У работников лесной Галины проводят святочный сход, менавито в этой зале есть все подставы. Не глядяши на проблемы, связанные с эпидемичной ситуацией в свете, и, как следствие, спынение рынков, белорусские лесоводы поспехово выполняют программу «Белорусский лес» и полепшают финансовые показчики. Настолько, что могут проводить модернизацию вытворчастей и набывать новую технику. Делаем ставку на развитие автопарка многооперационной техники, для того, чтобы выполнять леззагадвительные работы. Буквально в прошлом месяце у нас пришел, был закуплен по лизингу «Харвестерам Кадор-2551» для проведения робок главного пользования. Зашматгадовую добросумленную працу и высокий профессионализм. Лепши из лепших у гэты день отрымливуюсь заслуженную знагороды гомельских облвыконкама и областного совета депутатов, Министерство лесной господарки. Лесничий, инженер, керовник лесгаса, мастер по погрузке вагонов. Нельзя сказать, что у Галине сегодня неама проблем, причем у перважной большинства они связаны с изменением климата. Але дякуючи намаганием гэтых людей, лесная господарка не только шукает новые подыходы до работы у сучасных умовах, але и развивается. Усереким выпадку досягнутые показчики, свеча сменавита об гэтым. Я вам скажу честно, лесохозяйственное предприятие развивается эффективно у нас, и самое главное то, что те наши угодья, которые мы вырубаем, которые подошли к уже зрелой лесу, и сразу же активно идет высадка леса. В текущем году это было весной, сейчас осенью будет продолжаться данная тема, и находится на контроле не только лесохозяйственного, но и в целом государстве. Я выражаю слова благодарности всем нашим работникам, лесохозяйственных ветеранам, и желаю им всего на лучшего, на благо нашей Республики Беларусь. Автопробег – способ поддержки миру, стабильности и безопасности Украины. Гомельские водители сегодня запросили автоматеру стать у колонну под белорусской символикой. До удельниковой акции долучилась и наша сдымочная группа. Десятки машин с державной символикой собрались и за территорией города. Организаторы акции – звычайные гомельчане, которые вы решили таким чином выказать свое меркование. Умыва удела в пробегу – не закрывать номеры, укляжить светло и не сигналить. Организаторы и удельники означают, что таким чином они хочут показать единство белорусского народа и его зуртованность. Они сподяются, что отримается не допустить расколы в громадстве. Мы активно участвуем, начиная с 10 числа, поддерживаем курс, постоянно мониторим, что происходит в нашем городе, готовы всегда в необходимый момент выйти, поддержать морально, физически, своими делами. Мы за единую Беларусь, мы за порядок. Маршрут удельники проклали таким чином, как закоронуть основные в улице областного центра. Ильича, площу Ленина, Советскую. Финальная кропка автопробега – братская могила воинов, которые загинули при изволении Гомеля. Тут удельники акции усклали кветки до мемориалу и ушиновали память тех, кто загинул. Вы знаете, в нашем красивом, благоустроенном городе очень много захоронений и памятных мест, которые необходимо посещать различные праздники. На данном месте мы находимся на памятнике, который был возгибнут в честь тех людей, которые замучили в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, вот это мероприятие, которое мы организовываем, которое мы проводим, это наша дань памяти, и мы не хотим, чтобы впредь на нашей земле под другими флагами проводились какие-либо мероприятия. Вчера мы присутствовали на очень грандиозном мероприятии, событии. Мы открыли наш флажсток, на который водрузили флаг, под которым многие принимали присягу, многие достигали своих побед, как спортивных, так и других. После закончения мероприятия удельники автопробега долучились до шести за мирную Беларусь. Жихары Гомеля, розного взрослого с державной символикой, прошли по улицам областного центра и усклали кветки до вечного огня. Мы пришли вместе с группой, с нашим колледжем, почтить память солдатам, которые погибли за нашу жизнь, которые воевали. Мы пришли возложить цветы, потому что мы чтим и помним их всегда. Вероника Гамзюкова, Василия Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Насыщенный год. На посяжении бюро члены Гомельской областной организации Белорусского фонда мира вызнашились с планами и приоритетами деянности на ближайший час. Почалась с встречи зурочистости. 14 человек, яких керавництва организация полишила соправдными миротворцами и профессионалами у своих галинах, узнагородили медалями «Гонор 100 годе БССР» и «75 годе перемоги». А потом перешли до обмеркования селедних задач фонду «Миру». Основные мероприемства стартуют 21 вероятеля. Это Международный день мира. На 23-е запланованный марш памяти и смотку. И он пройдет в Брагинском и Лоуськом районах. А кроме митинга, у одной из вёсок откроют помник пяти спаленным вёском, где в Огниши загинули больше как 230 человек. Обовязково отбудется и свято дорогое слово «мама». Веншование от фонда «Миру» отримают свыше 300 женщин из четырех районов. А лепшие працовники будут запрошены на мероприемство «Мы славим человека працы». И, нареште, у Снежни – час подарунков и сюрпризов для детей. Их будет шагать международная ёлка «Миру». Наша главная задача сегодня – именно проводить работу, чтобы у нас был мир, спокойствие, согласие общества. Если это будет, да, мы будем радоваться жизнью всем сальным. В Гомельском колледже филиале Белорусского Державного Университета Транспорта прошла сустреша педагогичного коллективу с представниками прокуратуры и КДН Гомельского облаконкама. Размова шла о правопорушениях, злочинствах в молодёжном осьароде, выховании и занятости наученцев, а так само роли громадских организаций в формировании особы подлетка. Не глядяши на то, что в регионе назирается снижение подлетковой злочинности, по выниках восьми месяцев гэта года ими здеснена 206 позаправных дей. Так само на сустреше закранули тему уделу подлетков у несанкционованных мероприемствах. Починаючи с 9-го жневня и до этого часу затрымано коля ста неполнолетних, на полову с их складены административные протоколы. Уже 16 детей привлечены к административной ответственности. Привлекаются они как к штрафу и к предупреждениям. 7 родителей, которые не выполнили обязанности по воспитанию детей, выразившиеся в том, что их дети принимали участие в этих массовых мероприятиях, также привлечены к ответственности. Причем 5 из них привлечены к ответственности в виде штрафа 10 базовых величин. Хотелось бы обратить внимание на то, что это детки, которым было где-то по 14 лет. И они пошли в толпу, туда, где взрослые, там и пьяные были, и все. И родители даже не знали, что дети их там находятся. А кроме того, распошаты три криминальные справы удашинений до неполнолетних, яке удельничали у массовых мероприемствах. Один хлопец кидал бутыльки с запаленной сумесью, иншие дети закидывали машины милиции каменями. Роковая халатность. С початку года на дорогах краины 10 детей, которые были пассажирами транспортных сродков, загинули. 112 были поранены. Приклад на полову детей переводили с порушением правилов. При таких же обставинах в нашем регионе травмированные 17 детей. Еще один загинул. До 21-го вересня в Беларуси проходит республиканская акция «Пристягните детей». Супрационники Держа-Аутоинспекции нагадывают, что дети до 12-ти годов повинны переводиться у специальных креслах. За невыконание правилов попереджение альбо штраф до 4-х базовых. За полторное порушение на протягу года придется заплатить от 2-х до 8-ми базовых. Без детячих креслов дозволяется перевозить детей до 12-ти годов, рост яких перевышает 150 сантиметров. Без специальных уладкований можно возить детей и в такси. Законность, сумленность и неподкупность молодые супрационники Гомельской мытни принесли присягу. Урочистые мероприемства промерковали до надыходящего дня мытника. Головные удельники – 12 юнаков и девчин. Церемонию провели в Музее истории Гомельской мытни, там у молодых людей поделили на группы. Кировничество организации повиншевало молодца с номинальным днем и означало. Их шакая работа, якая потребует уваги, сруйозного ведания законодавства и постоянного самодосконаления. Обовязок нового поколения притрымливаться головного ориентира сумленности. Интересная и динамичная работа в то же время возлагает на плечи огромную ответственность. И осознание этой ответственности приходит именно с принесением присяги. От лица всех молодых сотрудников и от себя лично заверяю, мы не подведем. Будем ответственно и добросовестно выполнять свою работу. Продавать, сдавать у аренду на крайний выпадок зносить. Гомельская область по раннейшему у лидерах по колькости утягнений у господаршей оборот нерухомости. Теме эффективного выкрыстания объекта просвятили брифинг, который прошел в комитете Гомеля обломаемость. Задача на этот год вырешить лес, каля 340 будинков. 200 из них, альбо 60% уже продаденные, те изнесенные. Дарыш и минавито продать заплановано 45% будинков. Это значит, что они застанутся у инфраструктуры региона и станут приносить прибыток не только новым господарам, а и бюджету. Что тыжится аварийных, то амаль 80% из тех, что вызначенные на этот год, уже изнесенные. Усяго за последние 12 годов утягнутый оборот об изнесено с выше 7,5 тысяч объектов. За последние 10 лет произошло перераспределение способов вовлечения в хозяйственный оборот. И основными подходами на сегодняшний день являются реальные способы. Это продажа, аренда, передача. Потому что, например, раньше основным способом был снос, консервация. То есть просто устранение неликвидных объектов. Сейчас мы стараемся использовать объекты в производстве, чтобы они приносили нам пользу. Ближайшие аукционы комитет Гомеля-Балмаемость проведе 22 вересня и 8 Кострышника. У Калинковицком районе можно набыть баню и школу. Школу можно купить и в Жлобинском районе. А у Приборы по баш с Гомелем продается склад. У Беларуси распашалась вакцинация супразгриппу. Вакцина поступила во усель отшебной установы в области. За ее можно звернуться в поликлинику по месту жихарства. По попередних датиных зарабить пришепку планует около 500 тысяч человек. Звычайно, вакцинация проводится до первого снежня. Однако все-таки Министерство охоты здоровья пропоновало скоротить термины до 1 листопада, как поспеть до уздыма захворывания у тем лику на коронавирус. Бесплатно могут пришепиться люди с хранишными захворываниями и те, чьи отдельно связаны с обслугованием насильства. Наставники, работники ЖКГ, милиции и простойники некоторых инших профессий. До конца наступного тыдня запланована поставка платной вакцины для громадян, яке не уходят у группы Рызыки. За счет республиканского и местного бюджета будет поставлена вакцина Гриппол российского производства. Вакцина на сегодняшний день себя зарекомендовала. Мы уже много лет прививаемся этой вакциной. Она показала очень хорошую эффективность. И еще у нас на рынке будет присутствовать импортная вакцина. Это инфлювак и вакси-грипп. Анализ дадзиных за минулый сезон показал эффективность иммунизации супрать-гриппу. Узровень захворывания сярод пришепленных в 7,5 разу ниже, чем сяродных, кто отмывался от вакцинации. А кроме того, урачи означают, что непрошепленные от гриппу хвороют на COVID-19 частей и складании. В склад вакцины выходят наибольшие расповсюженные вирусы гриппу А, Б и пандемичного H1N1. После вакцинации человек должен вести здоровый ладжица. Организму нужно минимум 2 дня, чтобы выпрацовать достатковую количество антителов. А хон изровень формуется празд месяц после вакцинации и заховывается на протягу года. У Гомельским областным центром народной творчести открылась выстава «Сошская скань». Техника упрыгоживания дравляной стружки выкористовывалась на Руси у 15-м сагодзе для образов, але потом была забытая. У 1990-х годах я ее отродил гомельский майстер Владимир Цакуно, який организовал один и у свете школу «Сошской скани». Сярод твора у представленных на выставе уникальная икона Святого Паула, ерб Минска, панно «Мотылек», гадзины бар и инши мастацкие выробы. Уся работы, зробленные майстрами семьи Тесля, буршнями Владимира Цакунова. Выставка семейная, будем так сказать, потому что участвовали у них и брат, и один, и второй, плюс жена брата и сестра Светлана. И, ну, будем так сказать, что начиналось все где-то с 93-го года, когда я познакомился с Владимиром Валентиновичем Цакуновым. Он разначальник этого направления, ну и пригласил меня попробовать поработать с ним. Ну и, собственно говоря, до его кончины, порядка 10 лет, как его не стало, ну, мы с ним работали. Больших сложностей особо нету, только очень трудоемкая, очень немаленькие затраты, потому что древесины используются, ну, где-то 2-3 процента от общей массы, которую мы заготавливаем, только нам подходят для работы. Ну, а так терпение и усидчивость, потому что работать, сидеть с пинцетом 10-12 часов подряд, это не много кто может. А так сложного ничего нет. Это и другие новинки, информацию о проектах в Телераду компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.